Девушки отдыхают Moonlight Blade — еще одна ММО с китайским колоритом. Среди прочих представителей жанра выделяется продвинутым графоном. В данный момент тестируется и недавно пополнилась новым классом. EVE Online, судя по всему, теряет популярность, а вместе с ней подписчиков. Как выяснил один пытливый пользователь, за два года популяция виртуальных пилотов сократилась почти на треть. Ghost in the Shell Online, разрабатываемая по мотивам культового киберпанка, должна выйти уже в этом году и порадовать поклонников боевиков чем-нибудь хорошим. Black Desert Online в этом месяце получит три крупных дополнения, включающих новый класс, новую зону, два новых подземелья и много чего еще. Это и многое другое — далее по курсу. Три года назад издательство Tryon Worlds и телеканал Sci-Fi затеяли первый в истории эксперимент по созданию нового виртуального мира в двух ипостасях сразу — телевизионной и ММО. В результате родился Defiance — телесериал и ММО-шутер одновременно. Никаких основ первый в мире эксперимент не потряс, но и провальным его тоже не назвать. Киношка уже пережила два сезона и 25 эпизодов, а в этом году переживет третий, с чертовой дюжиной частей. О игре на днях исполнилось два года, в честь чего Tryon Worlds устроила продолжительное трехнедельное внутриигровое празднество — с 30 марта по 20 апреля. Чтобы не нарушать атмосферу достаточно мрачного постапокалипсиса, для праздника придумали сюжетное обновление. Напомним, что в самом начале Defiance на Землю прилетели инопланетяне, случайно запустили терраморфинг, и наша планета изрядно изменилась не в лучшую сторону. Война, что вспыхнула между пришельцами и землянами, за прошедший период окончательно засела у всех в печенках. Тем более, что у обеих сторон хватало и других нерешенных проблем. В результате сначала возникли стихийные отказы воевать друг с другом, а затем инициативу поддержали политики, и долгожданный мир наконец-то настал. Именно по этому поводу и проводится перемирие — так назвали праздник. В его рамках прошли различные ивенты, мирные и не очень, с раздачей ценных наград и вручением призов. А те, кто не играет и не участвует, ждут третий сезон телесериала, запланированный на это лето. В сумме Марку и его соратникам должно хватить на чай с галетами, если они, конечно, совсем не зафейлят. Пока сложно что-либо прогнозировать, однако долгожданное первое геймплейное видео, показанное в самом конце марта с согласия разработчиков YouTube-каналом стримера Con Carnage, многим из перечисленных выше категорий геймеров должно понравиться. Даже достаточно умеренные по качеству графика, анимация и модели — они, впрочем, могут еще улучшиться, игра на стадии ранней альфы — совсем не противоречат концепции олдскульного хардкора, а скорее поддерживают ее. К тому же на экране бегает приличная толпа, а приличная толпа — это всегда здорово. И никаких особых лагов замечено не было, хотя их могли и вырезать. Сам геймплей сильно напомнил Dark Edge of Camelot, но в современном стиле, то есть мышкой по кнопкам умения щелкать не надо, ну и динамика повыше. А главное — очень все в духе западных ММО-песочниц и ничего общего с азиатскими замесами, что где-то даже свежо и оригинально. Наконец, показанные постройки, созданные пользователями в строительном редакторе Cube, а он будет работать и в игре, и что-то подобное, собственно, можно будет в ней увидеть, выглядят весьма внушительно. Эдакий симулятор средневековой архитектуры, не меньше. Китайские национальные традиции в китайских ММО — это отнюдь не конфуцианство, рис и жареные тараканы, а китайские — национальный мордобой. И хотя исторически в Китае боевые профессии ценились примерно на уровне дворников в России, но что поделать, если прочему миру ничто китайское больше не интересно, а партия и правительство требуют национальной культурной экспансии. Moonlight Blade — очередная поднебесная фритуплейка-мордобойка, пребывающая на стадии закрытого бета-тестирования. Согласно местным стандартам, таких стадий несколько, и предыдущая проходила в конце прошлого года. Следующая же должна стартовать 28 мая, по случаю чего разработчики выпустили новое видео, где представили еще один класс и просто продемонстрировали визуальные богатства игры. Класс, кстати, называется «Пять ядов», и мы не особо поняли, в чем его суть. Яда у нас почему-то ассоциируются со змеями, а рожденный ползать, как известно, летает так себе. Однако в ролике персонажи в основном как раз-таки летают, ну и слегка друг друга кромсают, куда без этого. Какие-то неправильные пять ядов, хотя кто этих китайцев поймет. Очевидцы предыдущих тестов, впрочем, очень нахваливают Moonlight Blade. Говорят, что, во-первых, очень красивая, во-вторых, красивая ну очень, а в-третьих, драки в ней тоже весьма приличные. Поэтому сделайте себе зарубки где-нибудь на системных блоках или мониторах по поводу игры, если, конечно, вам интересно, чье кунг-фу лучше. У каждой компании свои методы борьбы с торговцами золотом и взломщиками учетных записей. Кто-то с ними борется лишь на словах, кто-то даже на словах не борется, а ArenaNet решила ввести в Guild Wars 2 ограничения на пересылку золота почтой. Девелоперы уверяют, что пришли к такому методу борьбы не от фонаря, а после долгих месяцев исследований и размышлений. Анализ пересылки золота почтой показал, что 98% отправлений крупных сумм приходится на голдселлеров и грабителей чужой собственности. Поэтому отныне пользователи Guild Wars 2 не смогут пересылать более 500 золотых в неделю либо брать такую сумму из гильдейских хранилищ. Если игрок получит превышающую лимит сумму, то она останется в его почте до следующей недели. Это, разумеется, если деньги окажутся чистыми. Вышеизложенные ограничения не налагаются на торговые операции и прямые передачи ценностей от игрока игроку. При этом ArenaNet добавляет, что данная система будет подвергаться регулярному мониторингу. И если возникнут какие-то проблемы, то в нее внесут необходимые изменения. Также разработчики пообещали строго бороться с руганью в игре. Они просят всех игроков обязательно отсылать жалобы на оскорбительные эскапады. При этом обещают различать сказанные в пылу игры крепкие слова и намеренные оскорбления. Китайская Perfect World никогда не жаловалась на свои дела на международных рынках. Однако иногда жалобы необязательны, и ситуацию с теми или иными проектами отлично иллюстрируют действия компаний. Например, в марте Perfect World уволила несколько десятков человек в Америке и какое-то количество народа в Европе. По ту сторону Атлантического океана пострадали сотрудники Криптик, 18 человек, работавшие над Star Trek Online, Neverwinter Online и Champions Online. В частности, были уволены бывший ведущий дизайнер City of Heroes Мэтт Миллер и несколько пиарщиков. В Европе тяжелее всех пришлось русскоязычному подразделению. Оно потеряло не менее шести человек. Причем практически все они работали над Neverwinter Online. Источник, выдавший информацию, удивился этому, ибо еще в прошлом году русскоязычные рынки принесли европейской Perfect World львиную долю ее доходов. Но мы удивляться не будем. А лишь сделаем вывод, что дела у русской Neverwinter, наверное, идут не так здорово, как хотелось бы китайцам. Star Wars Galaxies по сей день остается одним из ярчайших примеров того, как не надо менять игровые концепции. Если коротко, то изначально игра была песочницей с огромным количеством производственных профессий и возможностей для развития персонажей. Однако позже разработчики решили все переделать и превратить SVG в подобие World of Warcraft, чтобы привлечь новых игроков. Разумеется, никакой WoW у них не вышло, новые игроки не привлеклись, а потерявшие результаты многолетнего труда ветераны покинули игру. Да еще затаили огромный величинный зуб на Sony Online Entertainment, поэтому потери для компании оказались даже большими, чем выглядели на первый взгляд. Но это короткая версия истории. А на днях тогдашний начальник проекта Гордон Уолтон разъяснил некоторые закулисные подробности. По его словам, к моменту перестройки количество подписчиков игры упало до 200-250 тысяч человек, да еще и EverQuest 2 не пользовалось популярностью, так как мерзкий World of Warcraft переманил к себе всех игроков. SOE такая ситуация категорически не устраивала, и она потребовала изменений. У Уолтона была идея разработать новую игру, сосредоточенную на боевых аспектах. Она должна была сосуществовать со старой, но параллельно, заманивая новичков и сохраняя ветеранов. Идея начальству очень понравилась, но когда начали считать затраты на разработку, то энтузиазм угас. Ни SOE, ни LucasArts не хотели идти на новые траты. И тогда кто-то мудрый предложил переделать SVG под новую концепцию. Уолтон был категорически против. Он считал, что переделка не принесет ничего хорошего, кроме плохого, и компания потеряет десяток миллионов долларов минимум. Его не очень-то слушали, и тогда, в последней отчаянной надежде спасти игру, Гордон поставил перед боссами вопрос ребром «или я, или переделка». Боссы выбрали переделку, а Уолтон был уволен. Так появилась печальная слава NGE New Game Experience, аббревиатура, ставшая худшим из ругательств в устах всех поклонников Star Wars Galaxies. По словам Гордона, он очень хотел оказаться неправым, и чтобы затеянная модернизация принесла SVG второе дыхание. Увы, получилось именно так, как он предсказывал — эпический фейл. Нынче напомним, Гордон Уолтон вместе с креативным директором еще одного культового фейла, Shadowbane, Тоддом Коулманом затеяли новую игру Crowfall, которую они сами называют помесью EVE Online и Игры Престолов, ибо в ней должны соединиться разнообразнейшее строительство и производство, эпическое PvP и политические интриги с фэнтезийным сеттингом. Проект успешно собрал более 1 миллиона 800 тысяч долларов на Kickstarter и через платежные системы, и теперь дело за девелоперами выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, Уолтон усвоил уроки прошлого и не доведет Crowfall до самоубийства в стиле SVG. В марте 2013 года генеральный директор CCP Хильмар Петурсон с переполнявшим его чувством гордости объявил, что количество подписчиков EVE Online превысило полмиллиона человек. И это был последний выплеск статистики из недр компании. С той поры исландцы превратились из действующего вулкана Эйяфьядлай Йокюдль в спящий Везувий. Во всяком случае, в смысле победных статистических отчетов. Среди действующих и недействующих игроков в Евы, а также просто интересующихся видеоигровой экономикой, начали бродить слухи о том, что CCP молчит, потому что ей нечем хвастаться, ибо число подписчиков EVE Online за последние пару лет неуклонно снижается. Официалы компании, что характерно, отвечали на народный пессимизм гробовым молчанием. Наконец, некий блогер и пилот, скрывающийся под псевдонимом The Nosey Gamer, не выдержал и решил сам посчитать количество подписчиков исландской ММО, для чего использовал попавшие по случаю под руку данные об очередных выборах в Звездный Совет. Орган самоуправления игроков, который ничем не управляет, но зато его члены иногда катаются в Исландию, где неплохо общаются друг с другом и разработчиками. Экстраполировав количество проголосовавших за этот год на количество проголосовавших за прошлые отчетные периоды и скорректировав получившиеся результаты на различные проценты, геймер пришел к выводу, что опасения и пессимизм имеют под собой железное основание, ибо число подписчиков в EVE Online максимум 342 тысячи. Но даже максимальный вариант означает потерю более полутора сотен тысяч подписчиков за пару лет. Неудивительно, что CCP закрыла World of Darkness и уволила приличную толпу народа. Есть, конечно, вероятность, что в вычисление вкралась ошибка, но не очень большая, тем более, что руководство компании продолжает на эту тему молчать. Киберпанку всегда было далеко по популярности до фэнтези с гламурными эльфиками, зато хардкорную преданность его апологетов не сравнить с казуальной любовью поклонников меча и магии. Главной библией киберпанка является роман Нейромант Уильяма Гибсона, фактически положивший начало жанру, но хватает в нем и других культов. Ghost in the Shell один из них. Стартовал данный весьма популярный японский бренд серии манги в 1989 году. Однако всемирное слово к нему пришло после выхода двух анимационных полнометражных фильмов в середине 90-х. С той поры всемирная экспансия призрака в доспехах притормозила, однако его место в киберпанковском пантеоне незыблемо. Наверное, на это и был расчет корейцев из Неопол, когда они затеяли разработку Ghost in the Shell онлайн. Местный издательский столб Нексон инициативу девелоперов поддержал и теперь им остается только превратить сказку в быль. Судя по роликам в сети, ждать превращения осталось недолго, другой вопрос, стоит ли его ждать. Киберпанковский антураж вкупе с современной графикой смотрится, конечно, здорово, но по геймплею это все равно азиатская фритуплейка. Пусть даже шутер, а не обычная мобинога. Хотя разработчики и обещают наличие ПВЕ и разнообразнейшую кастомизацию. Поскольку все персонажи в игре киборги, то неудивительно, что для них предусмотрено огромное количество всякого добра, навыков, киберимплантов, брони, оружия. По самым скромным подсчетам возможны порядка пяти тысяч вариаций на тему создай себе любимого героя или героиню, что немало. Бой в Ghost in the Shell, как и в любом шутере, динамичен и беспощаден. Всякие продвинутые технологические штучки придают ему дополнительную изюминку. И западный рынок игра не должна обойти. Ее появление ожидают уже в нынешнем году. Еще бы не была она азиатской и фритуплейкой. С другой стороны, в Европах с Америками нынче клепают ММО-шутеры по тем же лекалам. Warface и Hello Online наглядные тому примеры. Похоже, не зря российские локализаторы Black Desert Online из GameNet признались в любви корейским создателям игры за их трудолюбие, пыл и жар при разработке нового контента. В апреле на корейских серверах запланированы аж три достаточно масштабных дополнения. Полное их содержание пока прячется в девелоперских умах и компьютерах, но известно, что гвоздем программы станет новый класс Valkyrie Shield Maiden в приблизительном переводе Валькирия Дева со Щитом. Несмотря на скандинавское название, в геймплейном смысле данный класс больше походит на типичного паладина, вернее паладиншу. Среди способностей урон Святой Магии, отлично орудовать щитом и неплохо танковать. На картинках, впрочем, Дева со Щитом выглядит типичной сексапилкой в мини-платице с чулочками, хотя, может, чулочки у нее обороняют не хуже бронежреца шестого класса защиты, кто их знает. Также в дополнениях запланированы новая зона, пиратский остров с пиратами и сокровищами, два новых подземелья, скорее всего, для персонажей максимального уровня и всякое разное прочее, что для одного месяца просто здорово. На этом все, друзья, увидимся в конце месяца. Не забывайте почаще заходить на stopgame.ru, поставьте мне между делом лайк и гуляйте на улице. Весна же! Субтитры подогнал «Симон»!